Вычислим голубчиков! Противным голосом захихикал попугай Кутя-Плютя. На экране компьютера, словно на картинке, высветилась карта острова. Все, что находилось на острове, замок, джунгли, берег и многое-многое другое, можно было разглядеть на карте со всеми подробностями. Повелитель надавил на какие-то клавиши, и тут же та часть острова, на которой находились в данный момент карандаши Самоделкин, стала крупнее. — Ага, вот они где! — обрадовался Повелитель. — На дереве сидят голубчики! — засмеялся он. — А что они там делают? — удивился попугай. — Как что? Прячутся? — потирая руки, произнес Повелитель. — Ну ничего, сейчас я им покажу, как от меня прятаться, сейчас я им задам перца. — Какие будут приказания? — спросил компьютер у Повелителя. — Запускай скелетов! — отдал приказание Повелитель. — Они как раз на этом самом дереве сидят, на котором мерзавчики эти прячутся. В ту же секунду на пульте замигали какие-то лампочки, что-то загудело, и в этот самый момент на верхушке того самого дерева, где сидел Карандаш и его друзья, начало что-то происходить. Ветки дерева начали, словно волшебные, шелестеть и раздвигаться, словно сами по себе в разные стороны. Если бы Карандаш и Самоделкин были чуточку повнимательнее, то заметили бы, что прямо у них над головами, как на толстой ветке дерева, сидят, свесив ножки, скелеты. КОНЕЦ Глава восьмая. Дохлые собаки, оборотни, желтые глаза и другие приятные неожиданности. — Тьфу! Какая невкусная фемля! — отплевываясь, сказал шпион Дырка. — Что? — не понял пират Бульбуль. — Я говорю, фемля невкусная! — пояснил Дырка. — Какая еще фемля! — вытаращил от удивления глаза бородатый пират. — Земля! Земля невкусная! — вытаскивая изо рта комья, наконец-то внятно произнес Дырка. — Я пока делал подкоп, наелся ее, ну как червяк. — Теперь-то мы наконец-то на свободе! — отряхиваясь, похлопал по плечу пират Бульбуль. — Главное подальше убежать от этого проклятого повелителя. — Куда же мы будем бежать? — спросил Дырка. — Ну куда глаза глядят. — Лишь бы подальше! — махнул рукой рыжебородый пират. — Вон хотя бы в ту чащу! — показал он рукой. — Я боюсь в чащу! — задрожал Дырка. — Там эти у-у-у-у-у! — Какие еще у-у-у-у? — не понял Бульбуль. — Ну, покойники там разные, оборотни. — Дохлые собаки бегают! — начал перечислять шпион Дырка. — Ты вспомни, нас повелитель предупреждал, что в джунглях полно разной нечисти бродит. — Это он нас обманывал! — махнул рукой рыжебородый пират Бульбуль. — Обманывал? — не поверил Дырка. — Но зачем? — Специально. — Чтоб мы не сбежали от него! — пояснил разбойник. — Я уверен, никаких там покойников нету! — А собаки дохлые есть? — на всякий случай спросил Дырка. — Их-то я страсть как боюсь. — Ну, может, парочка где и валяются. — А что они там валяются? Им что, заняться больше нечем? — не понял Дырка. — Ну а что им еще делать, раз они дохлые? — засмеялся пират. — Знаю я этих собак, — вжав голову в плечи, произнес Дырка. — Им, собакам, все равно, дохлые они или нет. Я слышал, что дохлые даже хуже живых. — Кусаются, как звери какие-то, — поежился шпион. — Ладно, пошли. Все равно здесь оставаться нам нельзя, потому что этот ужасный повелитель хуже любой дохлой собаки. — махнул рукой пират, и разбойники нырнули в чащу леса. Но не прошли они и нескольких шагов, как заметили, что будто бы за ними кто-то наблюдает, как будто бы кто-то подглядывает. Разбойники на всякий случай остановились. Там за кустами тоже стало тихо. Разбойники снова двинулись вперед, и за кустами снова кто-то шевельнулся. — Кажется, за нами кто-то следит. Прошипел Дырка, вцепившись от страха в руку капитану. — Вон там, за кустами. — Я вижу, — ответил Буль-Буль. — Только бы это были не... — Никто, — заволновался Дырка. — Говори скорее, а то мне жутковато. — Не желтые глаза. — Я еще в детстве про них слышал. Они появляются только в темноте. А из зрачков у них струится какой-то вредный желтый свет. — Если какой-нибудь человек посмотрит им прямо в глаза, этим глазам, то все, — пояснил пират. — Что все? — Раствориться в желтом тумане, — ответил Буль-Буль. — Прямо не глаза, а растворитель какой-то, — поежился Дырка. — Но это еще что? — Вот если там космические глаза, — тогда точно пиши пропало, — почесал брюхо Буль-Буль. — Они тут же тебя загипнотизируют. — Тогда бежим отсюда, — крикнул перепуганный до смерти шпион Дырка, и, дернув за рукав своего приятеля, — первым припустился на утек. Разбойники бежали как ошпаренные, а за ними кто-то гнался. Или разбойникам это только казалось, но через какое-то время измотанные друзья свалились от усталости под корнями какого-то дерева, как подкошенные, и захрапели так громко, что если до этого какие-нибудь глаза за ними и летели, то от этого ужасного храпа вся нечисть разбежалась бы от разбойников в разные стороны. Наступило утро, и вся нечисть, которая шастала по острову, должна была попрятаться по темным углам и щелям. Ну, так во всяком случае описывается во всех старинных книгах про нечистую силу. Должна, но не попряталась. Вся нечисть сидела на разных ветках и елках и ждала приказа повелителя. А повелитель тем временем был в плохом настроении. Утром, как только он проснулся, главный компьютер донес до него дурную весть о том, что пленники ночью сбежали из подвала, прорыв подземный ход под зданием тюрьмы. Повелитель был очень сердит, поэтому расхаживал в длинном шелковом халате по своему замку, заложив руки за спину, что было плохой приметой. — И за что я вас столько дармоедов кормлю? — ругался и топал ногами повелитель. — Как же вы их проморгали! — обратился он к попугаю Кутеплюти и главному компьютеру. — Мы думали, они испугаются, господин? — пролепетал попугай. — Что? — не понял повелитель. — Покойников испугаются! — ответил за попугая компьютер. — И другой нечисти, которой вы населили остров. Они же трусливые, эти шпионы! — Трусливые, а все-таки удрали! — усаживаясь в кресло, прорычал повелитель. — Они, наверное, далеко не успели убежать. — С надеждой в голосе произнес попугай. — Заблудились где-нибудь поблизости и сидят в чаще, трясутся от страха. Нужно организовать за ними погоню. — Да, поймать их нужно! — крутясь в кресле, как на каруселях сказал подобревший повелитель. — А то еще столкнуться где-нибудь со своими дружками, карандашом и его компанией, и тогда с ними будет труднее справиться. — Да, повелитель, — весело отозвался попугай. — Помните, как в прошлый раз на острове ядовитых растений они с нами разделались? — Я вот прикажу поварам из тебя бульон сварить, тогда узнаешь! — разозлился повелитель. — Я просто тогда не ожидал их. Они внезапно на меня напали. Но теперь-то они у меня попляшут. — Ох, теперь, когда у меня есть компьютер с разными компьютерными программами и нечистая сила, теперь-то я, ух, какой сильный, теперь мне все нипочем! А разбойники, не подозревая о том, что повелитель организовал за ними погоню, преспокойненько продвигались сквозь кустарники и лианы. Проснувшись и увидев, что уже не темно, а значит и не так страшно, разбойники решили идти вперед. Куда точно, они не знали, но главное, подальше от замка этого ужасного повелителя. — Может быть, мы сумеем лодку построить? — переступая через повалившееся дерево, предположил пират Бульбуль. — Я знаю, как индейцы на некоторых островах делают лодки. — Как? — тут же спросил Дырка. — Индейцы из дерева лодки выдалбливают. — Берут какое-нибудь упавшее дерево и выколачивают из него середину. Вот тебе и лодка. — На худой конец и плод сгодится, — махнул рукой Дырка. — Ой, смотри, что это такое? Прямо перед ними на ветке сидела зеленая рука и смотрела на разбойников. Ну, хотя, конечно, нельзя сказать, что именно смотрела, потому что глаз у этой зеленой руки не было. Просто у разбойников возникло такое ощущение, что эта самая рука смотрит, причем прямо на них. — Ишь, таращится на нас, — остановившись злобно прошипел Дырка. — Вцепиться, наверное, хочет, — пояснил Бульбуль. — В кого? — перепугался не на шутку Дырка. — Ну, в нас. — В тебя или в меня, кто ей под руку подвернется, — пояснил Рожебородый. — Я про нее в книжке одной читал. Она то ли душит, то ли щекочет человека до смерти, вот это точно уж не помню. А зеленая рука и вправду стала ходить по ветке на пальчиках, словно на тоненьких ножках. Так обычно ходят взад и вперед пантера, перед тем, как прыгнуть на свою жертву. — Смотри, ходит, — показал Дырка. — Сейчас прыгнет, — решил Бульбуль. Пора удирать. — Как ты думаешь, а летать она умеет? — спросил Дырка. — Наверное, нет. Немного подумав, ответил Бульбуль. — Крыльев-то у нее нету, только пальцы. — Ну, может, она по веткам прыгает, как макака, — предположил длинноносый. — Хватается пальцами и прыгает. — Ну, а она ж не белка, — это рука, — засомневался Бульбуль. — И вообще, где это видано, чтобы какие-то зеленые руки по веткам скакали? — Это все не может быть взаправду. Нам это кажется, мерещится. Но в этот момент зеленая рука, хорошенечко раскачавшись на ветке, совершенно неожиданно для разбойников, сиганула вниз, прямо на застывших от ужаса разбойников. Приземлившись на голову шпиону Дырки, рука вцепилась ему со страшной силой в нос и стала трясти его из стороны в сторону. — А-а-а! — страшным голосом завопил разбойник и страшным усилием, оторвав от себя руку, отбросил ее в кусты. — Бежим! — закричал Бульбуль. — Скорее! Дважды уговаривать Дырку не пришлось. Разбойники рванули вперед, не разбирая дороги по кустам и зарослям. Бульбуль бежал чуточку впереди и животом пробивал дорогу. Чуть не волоком волок за собой шпиона Дырку. — Кажется, она бежит за нами! — на ходу прокричал Дырка. — Откуда ты знаешь? — не останавливаясь, отдуваясь от бега, спросил Рыжебородый. — Я слышу какой-то хруст у себя за спиной! — задыхаясь, ответил Дырка. И как только он это произнес, рухнул на землю, как подкошенный. — Кажется, удрали! — тяжело дыша пробосил Бульбуль. — Нам нужно немного передохнуть! — заваливаясь под елку, сказал пират. — Я немного посплю, а ты хорошенечко смотри по сторонам, чтобы эта мерзкая рука к нам не подкралась. — Откуда-нибудь сзади! — зевнув, предупредил Бульбуль и через секунду захрапел. Дырка же так перепугался, что, хоть и устал от погони, спрятавшись в зеленых ветках, сидел и зыркал во все стороны, так как очень боялся, что к ним кто-нибудь подкрадется. И, как оказалось, волновался он совсем не напрасно. Глава девятая. В пещере скелетов. Когда взошло солнце, Карандаш и его друзья наконец-то решили спуститься с дерева, на котором они просидели всю ночь. Осторожно, то и дело оглядываясь по сторонам, путешественники отправились дальше на поиск разбойников. Они не знали, в какую сторону им нужно идти, поэтому шли все время вперед. Неожиданно они уткнулись в скалу, которая преградила им дальнейший путь. — Смотрите, смотрите, пещера! — закричал Самоделкин. — Как темно, — заглядывая туда, — сказал Карандаш. — И страшно, — согласился профессор Пыхтелкин. — А вдруг пленники сидят именно здесь, — подумал вслух Карандаш. — Помните, в записке, которую мы нашли, они писали, что их держат в сыром и темном подземелье. — Нужно обследовать эту пещеру, — сказал Самоделкин. И первым смело шагнул вперед. Железный человечек зажег маленький карманный фонарик и, махнув друзьям рукой, двинулся вглубь черной пещеры. Следом за ним, шаг за шагом, очень осторожно шли Карандаш и профессор. С потолка свешивались разноцветные сосульки. Где-то поблизости шумела вода и гулял ветер. Было темно и страшно, но Самоделкин шел, не останавливаясь. — Жутковато как-то здесь, — поежился географ. — Ой, гляньте, — шепотом произнес Карандаш, — летучие мыши висят вниз головой. — Они спят, — так же тихо ответил Семен Семенович. — А они кусаются? — спросил волнуясь художник. Но географ не ответил ему. Он остановился, словно вкопанный, и, приложив палец к губам, прислушался. — Кажется, тут кто-то есть, — сказал тихо Семен Семенович. — Это летучие мыши шебуржатся, — сказал Самоделкин. — Я слышал чьи-то шаги, — покачав головой, — сказал профессор, — как будто бы кто-то крадется за нами. А коридор в подземной пещере, по которому они шли, как раз в этом месте, где они остановились, делал крутой поворот, и что было там за поворотом, было не видно. Путешественники на всякий случай выключили свои фонарики и замерли, оставшись в кромешной темноте. — Ничего не слышу, — прошептал Самоделкин. — Слышите, как шуршат камушки? — спросил географ. — Это кто-то крадется. — Вернее, подкрадывается, — пояснил Карандаш. Но в этот момент тот, кто подкрадывался за поворотом, тоже остановился и начал прислушиваться. Тихо стало в пещере, и от этого еще страшнее. Карандаш и Самоделкин начали на цыпочках подкрадываться к тому месту, где ход в пещере поворачивал. И хотя друзьям было очень страшно, но они все же решили проверить, кто там за поворотом прячется. Самоделкин прислонился к холодной стенке спиной и, высунув голову, включил фонарик. И тут он увидел такое! Прямо перед ним за поворотом стояли самые настоящие скелеты и смотрели пустыми холодными глазницами на железного человечка. — Караул! — закричал Карандаш. Но было поздно. Из темноты стали выпрыгивать скелеты. Один, второй, третий. Путешественники заметались, но поделать было уже ничего нельзя. Их со всех сторон окружили самые настоящие скелеты. Зубы у них щелкали, косточки тряслись, а черепушки сверкали. — Попались! — сказал один из скелетов. — Угодили прямо в нашу пещеру! — кивнул головой второй скелет. — Сами пришли! — потерка с тлявой руки третий. Всего же скелетов было человек двадцать. Ну, хотя это, конечно, были не люди, а что-то непонятное. Бывшие люди. — Что будем с ними делать? — спросил самый высокий скелет, клацкая челюстями. — Съедим! — ответил самый толстый скелет. — Да! — кивнул главный скелет. — Сварим и съедим. — Нужно повелителю доложить, что они у нас в руках! — сказал самый умный скелет. — Вы их варите, а я побегу в замок к повелителю и доложу. — Тащите их в главную пещеру, заприте там! — велел главный скелет. — Вечером устроим пир и съедим всех сразу! — засмеявшись беззубым ртом, велел главный скелет пещеры. — Помогите! — слабым голосом закричал Карандаш. Но это не помогло. Парочка долговязых скелетов схватила его и куда-то поволокла. — Вот я вам сейчас задам перцу! — страшным голосом закричал Самоделкин и, подпрыгнув на своих ногах пружинках, сбил с ног сразу трех скелетов. Но не тут-то было. На железного человечка набросились штук десять скелетов и справились с ним, хоть тот и сопротивлялся изо всех сил. Упирающихся друзей поволокли волоком по длинному подземному коридору и бросили в какую-то совершенно черную пещеру, завалив за ними вход огромной тяжелой глыбой. — Как тут темно? Я собственного носа не вижу! — произнес в кромешной тьме Карандаш. Ой! — споткнувшись обо что-то мягкое, растянулся на полу Самоделкин. — Кто тут? — раздался испуганный голос. — А вы кто? — тут же задал вопрос Пыхтелкин. — Мы первые спросили, — раздался другой голос. — Их тут двое! — сказал Карандаш. — А может быть и больше! — ответил Самоделкин. — А ну говорите по-хорошему! Кто вы и сколько вас тут? — решительно заявил Железный Человечек. — А то как дам палкой! — А может, это скелеты? — спросил Карандаш. — Сами вы скелеты! — обиделся первый голос. — Давайте их окружать! — предложил географ. — Схватим и определим на ощупь, кто они такие и что здесь делают. — Ага, а на ощупь! — не согласился Самоделкин. — А вдруг это страши еще какие-нибудь? Вдруг они за руку нас так тяпнут, что мы потом век не расхлебаем? — Это мы можем! — на всякий случай сказал первый голос. — С нами лучше не связываться! — подтвердил второй. — Мы ух какие страшные! Нас все так боятся! Даже скелеты! — А кто же... что же... вы же... что же... вы... вы же тогда же тут сидите? — засомневался Карандаш. — Небось, такие же, как и мы, в ловушку угодили к скелетам. — Это мы еще посмотрим, кто к кому в ловушку угодил! — ответил второй голос. — Карандаш! — Нарисуй, пожалуйста, свечку! — попросил Семен Семенович. — И спички! А то тут так темно, что я боюсь в какую-нибудь яму провалиться. — Хорошо! — сказал художник. И тут же принялся рисовать на стене свечу, а потом сразу же и спички. Через минуту все было готово. — Сейчас мы посмотрим, кто тут прячется! — чиркая спичкой произнес Самоделкин. Яркий ослепительный огонь вспыхнул, осветив черную, словно африканскую ночь, пещеру. Буквально на секунду стало ничего не видно, так как глаза пленников уже привыкли к темноте. А теперь вдруг снова стало очень светло. Поэтому путешественники невольно зажмурились. А когда через мгновение раскрыли глаза, то увидели перед собой знакомых разбойников. — Шпион Дырка! — закричал Самоделкин. — Пират Бульбуль! — обрадовался карандаш. — Это вы! — не веря своим глазам воскликнул биограф. — Мы! — гордо выставив вперед правую ногу, сказал Дырка. — Это факт! — ответил Бульбуль. — Мы самые! — Но как вы тут оказались? — удивился волшебный художник. — А вы как тут оказались? — удивленно спросил Дырка. — Мы приехали вас спасать! — ответил Самоделкин. — Мы выловили из моря вашу бутылку с письмом и тут же бросились вам на подмогу. — Но сами угодили в ловушку, — закончил Географ. — И это все повелитель! — махнул рукой Дырка. — Его проделки! — Какой повелитель? — не понял Карандаш. — Ну, главный повелитель компьютеров! — Он так себя называет! — продолжил Бульбуль. — Он заманил нас в ловушку, схватил и бросил в сырое подземелье. — Вот в это? — спросил Самоделкин. — Нет, в другое! — коврнув носком ботинка ком земли, — ответил шпион Дырка. — Но мы оттуда сбежали вчера ночью. И вот снова угодили в ловушку. — Да, нас скелеты сцапали! — пробубнил Бульбуль. — Теперь хотят из нас бульон сварить. — Это им повелитель приказал, — шмыгая носом вставил Дырка. — Чтоб ему пусто было, аглоеду африканскому. — Мы убежим отсюда! — сказал Карандаш. — Я нарисую лопаты, и мы выроем подземный ход. И он принялся сразу же рисовать прямо на ближайшей стене. Через пять минут лопаты были готовы. Пленники принялись рыть землю. Даже разбойники, которые обычно бездельничали, схватили лопаты и стали отчаянно раскидывать землю в разные стороны, так как им тоже очень хотелось выбраться отсюда, поскорее из этой страшной пещеры. Через два часа ход в стене был готов. — Можно выбираться! — вытирая пот, сказал профессор. — Нужно торопиться! — ответил Карандаш. — Скелеты в любой момент могут прийти за нами. — Бежим! — решительно сказал пират Бульбуль. И первым нырнул в земляную дыру. Следом за ним последовали все остальные. Измазавшись и перепачкавшись в земле, путешественники наконец-то выбрались наружу. — Скорее в лес! — скомандовал Самоделкин. — Там мы и спрячемся от них. — Там сидят эти, — затряс головой дырка. — Кто? — остановился Самоделкин. — Ну, эти покойники, — пояснил Носатый. — Они еще хуже скелетов. — Другого выхода нету, — сказал географ. — Найдем высокое дерево, залезем на него, а утром будет видно. Так и сделали. Первыми бежали разбойники. Им хотелось удрать как можно быстрее и как можно подальше от этого места. И вскоре они нашли дерево, верхушки которого не было видно, сколько ни смотри. С цепкостью обезьян, хватаясь то за одну ветку, то за другую, путешественники залезли на самую верхушку дерева. Там они обнаружили огромное дупло. — Вот тут мы и выспимся, — сказал Карандаш. — Правильно! — Тут они нас не найдут, — зевая, сказал дырка. Кое-как уместившись, путешественники захрапели. И только лишь чьи-то дрыгающиеся во сне ноги и руки, торчащие из дупла наружу, пугали пролетавших мимо ворон, филинов и летучих мышей. Субтитры создавал DimaTorzok Глава десятая. Самые толстые злодеи острова — Барбацуца и Занзибарка. Утром какой-то дятел клюнул дырку в ногу и тут же улетел. А длинноносый разбойник со сна из перепугу так начал брыкаться, что через несколько секунд все уже проснулись. — Доброе утро! — усаживаясь на большой толстой ветке, сладко потягиваясь, — сказал Самоделкин. — На этом проклятом острове все утро злые! — дрыгая ногой, проворчал шпион дырка. — Того и гляди, кто-нибудь ногу отхватит! — Верно, тут весь остров против нас, даже птицы с насекомыми, — пробубнил пират. — Меня, например, ночью лесной клоп укусил прямо за нос. — Они тут все на повелителя работают, — согласился дырка. — Ну, может быть, и не все, — замотал головой географ, — животные же тут ни при чем. — Все они тут одной шайки-лейки, — рявкнул Бульбуль и смахнул с ветки какую-то маленькую букашку, которая ползла рядом с ним. — Тут за ними за всеми глаз да глаз нужен. Того и гляди, кто-нибудь клюнет или цапнет. — Утром они побоятся нас хватать! — не очень, правда, уверенно произнес Самоделкин. — Солнышко вроде уже ярко светит, — щуря глаза, посмотрев наверх, — сказал железный человечек. — А насколько я знаю, всякая там нечисть солнечного света боится. — Сказочное, может, и боится, — вставил свое слово профессор. — А та, которая у повелителя, может, и не забоится. Она ведь компьютерная. — Ну и что, что компьютерная, — сказал Карандаш. — Все равно яркого света должна бояться, а мы темноты боимся, потому как это самое ее время. — Чье ее, — не понял Самоделкин. — Упырьское, — пояснил волшебный художник. — Ну или там всяких вурдалаков и вампиров разных. — Это которые кровь пьют, что ли, — решил уточнить Бульбуль. — Я знаю хорошее средство от них. — Какое? — Говори, скорее, — начал теребить его за рука в шпион дырка. — А то вдруг они сейчас прям откуда-нибудь выскочат. — Им в глаза нужно соль бросить или перец, — ответил Бульбуль. — Упыри, страсть как соли боятся. — Верно, — согласился профессор Пыхтелкин. — Или еще можно водой их окатить. — Они от воды тоже, как чумные, разбегаются, — засмеялся географ. — Так а у нас же под рукой ни соли, ни воды, — спохватился карандаш. — Найдем, — махнул Самоделкин. — Нам нужно самим найти повелителя и обезвредить его, — пояснил железный человечек. — Пока мы убегаем от него, он сильнее нас. Но как только мы сами за него возьмемся, он будет убегать от нас. — Правильно, — согласился географ. — Мы словно дичь какая-то все время прячемся да убегаем. А повелитель, он словно охотник, гоняется за нами. — Я не дичь, — обиделся Бульбуль. — Я пират и разбойник. А мы, пираты, не привыкли, чтобы нас преследовали. — Я этого повелителя тоже не боюсь, — сказал, слезая с дерева шпион дырка. — Я разных там скелетов и покойников боюсь, потому что они кусаются, как звери. А повелитель мне, тьфу, я его сам укусить могу. Путешественники начали спускаться с дерева, не забывая при этом осторожно поглядывать по сторонам, и особенно на землю, где, по их мнению, могло сидеть и прятаться что угодно и кто угодно. Первым с дерева спрыгнул шпион дырка и угодил во что-то мягкое. — Прыгайте, не бойтесь, тут мягко послышался радостный голос длинноносого разбойника. — Ай! — крикнул карандаш и тоже угодил, словно в пуховую перину. — А тут и вправду мягко, — сказал профессор, и в ту же секунду с дерева, словно спелые груши, попадали все остальные путешественники. — Ага! Попались! — раздался чей-то скрипучий голос. — Отпустите нас! — попытался вырваться из мягких объятий самоделкин. — Как это отпустите! Мы тут всю ночь сидим, караулим вас! — раздался другой голос. — А вы раз и отпустите! — Мы с утра еще ни одной карамельной конфетки не съели! — Даже не облизнули ни одной ириски! — поддержал его другой голос. — Я скоро так худеть начну! — ставил первый голос. — А кто вы такие? — пытаясь вырваться, пропыхтил Семен Семенович. — Как кто? — Мы два сахарных толстяка! Барбатсуца и Занзибарка! — ответили два голоса одновременно. — Нас тут все знают! Мы страшные и беспощадные! — А почему мы вас не видим? — спросил самоделкин. — А мы такие толстые, что просто кошмар! Мы вас схватили, и вы сидите у нас в сладких животах! — ответил Барбатсуца. — Вы сами к нам в животы угодили! — поддакнул Занзибарка. — Они, словно липкие растения, поймали нас своими животами! — пытаясь выкарабкаться на свободу, сообщил профессор. — Да-да, мы знаем! — обрадовался Занзибарка. — Это такие мухоглотательные растения, которые растут на нашем острове! Я их видел! — Мы как-то даже с них мух слизывали! Ох, и вкусно было! — вспомнил и при этом мечтательно погладил себя по животу Барбатсуца. — Только вот язык к этим растениям прилипает! — вставил Занзибарка. Карандаш поначалу немного растерялся, но пока парочка этих пузатых помощников повелителя вспоминала, где и как они в последний раз набивали животы, художнику в голову пришла одна очень хорошая идея. — А вы есть хотите? — спросил у них Карандаш. — Хотим! — ответили они хором. — Мы всегда есть! Хотим! — А что вы любите больше всего на свете? — спросил догадливый Самоделкин. — Мы сладости любим! — сказал Занзибарка. — Леденцы разные, зефир, сахарные орешки, шоколад, мармелад, варенье! — начал захлеб перечислять Барбатсуца. — А хотите? Я вам такой огромный леденец нарисую, что вы его за два дня съесть не сможете! — спросил хитро Карандаш. — Мы и не сможем! — затрясться от хохота Занзибарка. — Да мы все, что хочешь, в один присест слопать сможем! — Главное, чтобы вкусно было! — пояснил Толстяк. — Ну, если вы нас отпустите, мы вам столько сладостей нарисуем! — пообещал Дырка. — Целую гору! — соврал Бульбуль. — Целую гору шоколада! — И пряников! — потребовал Занзибарка. — Столько, чтобы я встать от обжорства не смог! — поставил он тут же свое условие. — И кисель, желательно клюквенный! — потирая руки, строго заявил Барбатсуца. — Чтобы пряники в него можно было макать! — Да нет, ничего проще! — сказал карандаш, и тут же на стволе огромного мамонтового дерева нарисовал все, что попросили эти обжоры. Не успел художник отойти в сторону, как все из нарисованного тут же превратилось в настоящее. Целая гора сладостей! Барбатсуца и Занзибарка тут же набросились на эти сладости, отпихивая друг друга, принялись уплетать все, что им нарисовал карандаш. — Пошли, пошли скорее, пока эти обжоры тут не съели нас вместе со своими сладостями! — сказал Самоделкин. — Это они могут! — кивнул головой Дырка. — Слопают и не заметят. Это ж надо так сладости любить! — Да ты точно такой же! — сказал Самоделкин. — Вечно норовишь что-нибудь со стола стащить и слопать потом в одиночку. Я вот только одного не пойму. Почему ты такой худенький? — Ну, потому что я бегаю постоянно! — ответил Дырка. — Все шпионы худенькие! — Потому что, когда выслеживаешь жертву или преследуешь преступника, нужно уметь быстро бегать и быть юрким. — Да, когда ты в последний раз жертву-то выслеживал хоть! — засмеялся пират Бульбуль. — Когда в городском саду служил, да жуков-караедов выслеживал, что ли! — А хотя бы жуков-караедов! — обиделся на него шпион. — Ты что думаешь, их так легко выслеживать, что ли? — Они носятся по деревьям, как угорелые, а я с ними на перегонки бегал. У меня работа такая была — ловить их и сдавать садовнику. Путешественники продолжили свое путешествие по острову. Они не знали, в какую сторону им шагать, чтобы снова не очутиться в ловушке повелителя. И что самое обидное, они не знали, где находится замок самого повелителя. Поэтому шли они наугад. Ну, то есть просто куда глаза глядят. Надеюсь, что глаза их глядят в нужном направлении. Субтитры создавал DimaTorzok Глава 11. Одноногий пират Джон Сильвер и старое кладбище покойников. На остров начала медленно опускаться ночь. Хотя, как утверждают некоторые ученые, в тропических странах ночь не наступает, а приходит совершенно неожиданно. Словно в какой-то момент там на небе кто-то чпок и лампочку выключил. И сразу в один момент становится темно. Вот так же и на этот раз, словно кто-то лампочку вывернул, путешественники даже хорошенечко по сторонам не успели оглядеться, как оказались на каком-то открытом месте посреди каких-то холмиков и бугорков. «Кажется, пора устраиваться на ночлег», — сказал Карандаш. «Все равно в темноте ничего не видно». «Да, вроде бы место тут безопасное», — оглядываясь по сторонам, сказал профессор. «Сперва все места окажутся безопасными, а потом раз — и опять какая-нибудь барбацуца с дерева спрыгнет нам на голову». «Ну, тут вроде и деревьев маловато», — сказал Карандаш. «Все, давайте спать, а то у меня от всех переживаний и страхов ноги уже подкашиваются». «Ой, капитан, идите сюда!» — закричал Дырка. «Тут как-то такие ямочки удобные. Можно прямо суда травы набросать и устроиться, словно в кроватках». Путешественники принялись устраиваться на ночь, стараясь улечься как можно более удобно. Земля была очень теплой, и поэтому спать можно было прямо на траве. Хотя Самоделкин был этим недоволен, ему казалось, что это не дело спать прямо на траве. Нужны какие-нибудь палатки, но карандашу было лень рисовать. И поэтому Самоделкин смирился, устроившись, как и его друзья, прямо на траве. Через минуту почти все захрапели. Все, кроме разбойников, они не спали, а только делали вид, что спали, то есть прикидывались спящими. «Как ты думаешь, есть все-таки золото и драгоценности на этом острове или нету?» — спросил в полной тишине шпион. «Раз здесь когда-то побывали пираты, значит, сокровища должны быть», — ответил ему капитан Бульбуль, ворочаясь сбоку-набок. «Ты думаешь?» — с надеждой в голосе спросил худой дырка. «Конечно!» — почесывая ногу, — ответил рыжебородый пират. «Конечно! Должны быть! Посуди сам!» В стародавние времена пираты бороздили моря и океаны и грабили проезжающие мимо корабли, груженные золотом и драгоценностями. Я в одной книжке читал про знаменитого пирата капитана Флинта. Это был жуткий головорез, настоящий разбойник. «Говорят, что он потопил штук сто разных кораблей, груженных всякими драгоценностями». «Вот это да!» — прошептал в темноте длинноносый разбойник. «А ты как думал?» — хрипло засмеялся Бульбуль. «У него еще помощник был одноногий повар. Его звали Джон Сильвер. У него кличка была Окорок. Это потому, что он одноногий. Так говорят, он еще хуже капитана Флинта был. Ужасный пират. Просто ужасный. У него такой страшный костыль был. Он, когда ходил, всегда на него опирался, чтобы не упасть. Так вот, говорили, что он этим костылем убивал всех, кто на его пути вставал. «Брехня!» — поднимаясь, на локте прошептал дырку. «А вот и не брехня!» — покачал головой Бульбуль. «А почему он был одноногий?» — недоверчиво спросил шпион. «Куда он свою ногу подевал?» «Говорят, что ногу ему акула откусила!» — хриплым шепотом пояснил пират. «Ведь пираты иногда, когда дрались, падали за борт. И вот однажды Джон Сильвер сцепился с одноглазым Гарри. А тот, надо тебе доложить, огромный был, как горилла. Ну, они что-то там не поделили из награбленной добычи. И вот они, эти два джентльмена удачи, сцепились не на жизнь, а на смерть. Корабль, на котором они плыли, от набежавшей волны качнула, и оба разбойника кубарем полетели в соленую воду Тихого океана. «А там?» — нетерпеливо ерзая по траве спросил Дырка. «А там акулы-людоеды. Слышал про таких?» «Ух, и жуткие твари, я тебе скажу, просто настоящие разбойники. Говорят, что они чуют запах крови за много километров в воде. И вот эти акулы приплыли к барахтающимся пиратам и вцепились в них зубами». «А те что?» — не унимался Дырка. «Те начали отбиваться от акул. Да силы были неравные. Ты знаешь, сколько у акулы зубов?» «Ух, сколько! В два ряда растут, и все острые, как бритва!» — пояснил Рыжебородый. «Одноглазого Гарри они сразу проглотили. Даже проживать толком не успели. Видимо, голодные были. Он, этот Гарри, только и успел подмигнуть из уже закрывавшейся пасти Джону Сильверу своим последним глазом. И все. Пасть тут же захлопнулась. «А с одноногим Сильвером что случилось?» «Ну, он тогда еще двуногим был, как все нормальные люди», — ответил Бульбуль. «Но уже через минуту стал одноногим. Одна из акул-людоедов бросилась на него, ударив хвостом по воде. Сильвера захлестнула волна. И он буквально на секунду потерял бдительность. Вот тут-то два ряда акульих зубов и оттяпали ногу знаменитого пирата и разбойника. Хорошо, хоть целиком его не проглотили, вытер рукавом лоб шпион-дырка, как его товарища, этого одноглазого Гарри. Хотела съесть, но не успела. Как я понял из книжки, одноногий Сильвер выхватил из-за пояс остальной кинжал и вонзил его акуле прямо в глаз. «Ловко!» — обрадовался дырка. «Конечно, ловко. На то он моряк, чтобы акул не бояться», — усмехнулся пират Бульбуль. «Раз-два, и акула уже дохлая, кверху брюхом по воде плывет». «А остальные акулы как же?» — спросил дырка. «Испугались», — пожал плечами Бульбуль. «Ну, разбежались, вернее сказать, разнырялись во все разные стороны». Но с тех пор Джон Сильвер остался с одной ногой и костылем. «Да, я слышал, среди пиратов много коллег было. У кого ноги не хватает, у кого руки, а у кого и мозгов не было», — вспомнил дырка. «А все потому, что у пиратов часто драки происходили во время абордажа». Переворачиваясь с бока на бок, продолжал вещать Бульбуль. «А что такое обкармаш?» — спросил дырка. «Да не обкармаш, а абордаж». «Это когда пираты захватывали какое-нибудь судно», — пояснял Бульбуль. А делали они это так. Подплывали как можно ближе к кораблю противника, который решили ограбить, а потом кидали им на борт привязанные за веревки кошки и с помощью этих кошек подтаскивали корабль к себе поближе, чтобы можно было перепрыгнуть с корабля на корабль. И тут уж начиналась настоящая рукопашная битва. «А кошке-то чем виновата?» — удивился дырка. «Живодеры какие-то, а не люди». «К кошкам веревки привязывали, да еще кидались ими». «Ой, ну это же не настоящие кошки, а железные», — пояснил Бульбуль. «Кошки-роботы, что ли?» — опять не понял дырка. «Вот это да! Откуда у пиратов в те стародавние времена были роботы?» «Да не роботы это, а крюки такие специальные. Ну, просто их кошками называют, потому что они цеплялись, словно кошки», — ответил Бульбуль. «А, теперь понятно!» — кивнул головой дырка. «Все равно мне жалко пиратов, раз они после этих абордажей лишались всяких нужных частей». «Говорят, что Джон Сильвер после того, как стал одноногим, стал еще более страшным пиратом, чем был до этого», — прошептал Бульбуль. «Ну, ясное дело, не красавец», — кивнул дырка. «Да нет, ты не понял!» — отмахнулся от него Бульбуль. «Говорят, он стал самым жутким пиратом во всех морях и океанах». «Хотя прикидывался добреньким и даже одно время плавал на нормальных, не пиратских кораблях, как кок». «Как кто?» — не понял дырка. «Ну, как повар». «А зачем?» — не понял дырка. «А за тем, что его приятель капитан Флинт все свои сокровища, которые они вместе за много лет награбили, закопал на этом самом острове, а всех пиратов, которые были с ним, ухлопал». «Что? Один?» — не понял дырка. «Да, один-одинешенек. Чтобы те не проговорились кому-нибудь, где именно лежат сокровища». «А как же одноногий Сильвер хотел разыскать эти сокровища?» — спросил дырка. «Ну ты что, маленький что ли?» — усмехнулся Бульбуль. «Конечно, с помощью карты этого острова. Острова-сокровищ». «Капитан Флинт указал крестиком места, где он с пиратами закопал сокровища, а карту забрал с собой, но потом он умер, и карта попала в руки хороших людей. Вот они-то и отправились на этот остров, чтобы разыскать сокровища Флинта и забрать их себе. Но Джон Сильвер по прозвищу Окорок был не такой уж дурак. Он втерся в доверие к капитану судна и прикинулся коком, поваром. Да еще матросов помог набрать среди бывших пиратов». «И что? Нашли они тут сокровища Флинта?» «Нашли». «А мы тогда зачем сюда приехали?» — огорчился дырка. «Раз Сильвер все сокровища забрал с этого острова, нам тут делать нечего. За зря только своими молодыми жизнями рискуем, под носом у этого сумасшедшего повелителя шастаем». «Ну так в том-то и дело, что не все сокровища они отсюда забрали», — зашептал на ухо Бульбуль. «Все сокровища они вывести не сумели, им места в трюме не хватило, кое-что осталось. Говорят, где-то на этом острове есть пещера, полная серебра. Уж лучше бы золото». «Ну, тут уж выбирать не приходится. Я тебя привез на остров, где уже триста лет лежат, и нас дожидаются монеты разных королей и монархов, а ты недоволен». «Нет-нет, я доволен, доволен», — перепугался дырка. «Главное, разыскать бы нам эту пещеру и забрать сокровища с собой». «Ну, а чтобы разыскать эту пещеру, нам нужно найти карту острова сокровищ», — почесал бороду пират Бульбуль. «Я слышал, что моряки, которые сто лет назад увезли отсюда золото и драгоценные камни, оставили карту сокровищ здесь, на острове». «А зачем?» — не понял дырка. «Ну, как зачем?» — удивился Бульбуль. «Карта может потеряться или истрепаться, или куда-нибудь деться. А тут она будет лежать в сохранности и ждать своего часа». «Какого часа?» — не понял длинноносый. «Ну, часа, когда за ней приплывут потомки тех моряков», — ответил Бульбуль. «А когда они за ними приплывут? Мы же не можем сидеть на острове и ждать, когда они соизволят приплыть на остров и показать нам, где закопаны сокровища Флинта. У меня есть план. Мы сможем откопать сокровища и без этой дурацкой карты». «Как?» — удивился дырка. «Но все очень просто», — пояснил Бульбуль. «Перед тем, как отправиться на этот остров, я украл в городской библиотеке книжку, которая так и называется «Остров сокровищ». «Тут написано, что старый пират Флинт оставил на острове всякие указатели, где закопаны сокровища». «Что еще за указатели?» «Ну, вроде как подсказки разные. Если мы будем идти за этими подсказками, то они нас приведут примехонько к сокровищам. Теперь понял, дубина стаиросовая? Или не понял?» «Да понял, понял!» — радостно потер руки дырка. «Только как бы нам не пришлось делиться с карандашом и самоделкиным». «Не придется», — улыбнулся Бульбуль. «Пусть они нам помогут отыскать сокровища, а там мы от них как-нибудь избавимся». «Ладно», — вздохнул дырка. «Пошли спать, а завтра начнем охоту за сокровищами. Главное, чтобы их никто раньше дать не раскопал». «Не бойся, сокровища будут нашими», — укладываясь на теплую травку, сладко сказал пират Бульбуль. Глаза у разбойников стали медленно слепаться, и через минуту они уже громко храпели. Но от их храпа вокруг стало происходить что-то странное. Заросшие травой бугорки, которые были справа и слева, спереди и сзади спящих путешественников, стали шевелиться. И наружу из-под земли стали выбираться мертвые, полуистлевшие пираты. Те самые пираты, которые когда-то приплыли на этот остров вместе с ужасным, кровожадным морским разбойником, которого все звали Флинт. Капитан Флинт. Капитан Флинт. Глава двенадцатая Одноглазый Пью, грязный Гарри, однорукий Сэм и другие бывшие хозяева острова. Нет, ну какая наглость! Раздался оглушительный крик в замке повелителя. Что случилось, о повелитель? Заискивающе спросил попугай Кутя-Плютя, присаживаясь на плечо к своему хозяину. Они продолжают расхаживать по моему острову, как ни в чем не бывало, пояснил повелитель, стряхивая с плеча попугая. Вот паразиты! Прокаркал попугай, делая полукруг над головой своего хозяина. «Паразиты, это еще мягко сказано!» Злобно прищурившись, процедил сквозь зубы повелитель. «Все мои козни прошли даром!» Продолжал жаловаться хозяин острова. «Нужно у главного компьютера спросить, что нам дальше делать!» Летая над головой хозяина, советовал Кутя-Плютя. Повелитель включил главный компьютер, на экране которого тут же что-то замелькало, запрыгало и задергалось. «Я вас слушаю, повелитель!» Отчеканил холодный, как лед, голос компьютера. «Все твои советы мне не помогли!» Расхаживая взад-вперед по кабинету, злобно пробормотал повелитель. «Да, не помогли!» Угодливо подтвердил Кутя-Плютя. «И твои виртуальные злодеи нам тоже не помогли!» Прорычал еще строже повелитель. «Одна компьютерная баба-яга чего стоит! Вместо того, чтобы их съесть, родименьких!» Подсказал нужное слово попугай. «Да-да! Чтобы их сварить в котле и съесть, как это у них у злодеев полагается, она их накормила, напоила и спать уложила». «В программе произошел сбой!» Четко по-военному доложил компьютер. «Вовнутрь меня попал какой-то компьютерный вирус!» «Меня все эти медицинские болезни не интересуют!» ряфнул повелитель. «Мне нужно, чтобы от этих негодяйчиков на моем острове Кутру ничего не осталось! Они могут помешать моему гениальному плану по захвату всего мира!» «Точно, точно! Они уже один раз нам помешали!» Не вовремя вспомнил Кутя-Плютя. «Я же велел не вспоминать про это!» Не на шутку разозлился повелитель. «В прошлый раз им просто повезло! Но этого не должно повториться! Ведь я повелитель! Я великий повелитель! А не какой-нибудь профессор с очками на носу! И уж тем более не какой-нибудь глупый мальчишка с карандашом вместо носа!» «Как же нам быть?» Поглаживая живот крыльями, спросил попугай. «Нельзя же допустить, чтобы они добрались до нашего замка и арестовали нас!» «Мы их сами арестуем!» Топнул ногой повелитель. «Мы их так арестуем! Мы их в тюрьму посадим! Или лучше в подземелье! В сырое! Нет! В самое сырое подземелье на этом острове!» «Лучше в мокрое!» Подсказал Кутя-Плютя. «Что-что?» Не понял повелитель. «Лучше в мокрое, чем в сырое!» Пояснил попугай. «Например, в пещеру, полную морской воды!» «Я знаю одну такую у самого берега!» «Она очень даже мокрая!» «Мы их утопим!» Решил повелитель. «Утопим в собственных слезах!» «Это как?» Не понял Кутя-Плютя. «Это жутко!» Пояснил повелитель. «Заставим их рыдать! Как младенцев!» «Они у меня наревутся!» «Ох, они у меня наплачутся!» «Они у меня...» Но что он сделает дальше, повелитель пока не придумал и поэтому замолчал. «Интересно, а чем они сейчас занимаются?» спросил Кутя-Плютя. «Это легко проверить!» Снова раздался металлический голос компьютера. «Сейчас я включу видеокамеру и вы все увидите!» В эту же секунду экран загорелся и повелитель вместе с попугаем, прильнув к этому экрану, увидели спящих путешественников. Карандаш, Самоделкин, Пыхтелкин и разбойники мирно посапывали прямо на траве посреди каких-то странных холмиков. «Ага!» «Славненько они устроились на ночлег!» «Прямо на кладбище пиратов!» радостно потер руки повелитель. «Где-где?» удивился попугай. «Ты что, забыл? Я же рассказывал тебе!» «Когда-то на этом острове жили пираты, примерно лет двести тому назад. Они, собственно, и зарыли на этом острове сокровища». «Какие сокровища?» заинтересовался попугай. «Бриллианты, изумруды, сапфиры. Ты что, не знаешь, какие бывают сокровища?» Потом, правда, они забрали почти все сокровища. «Кто, пираты?» продолжал допытываться попугай. «Ну, пираты или не пираты, я точно не знаю, но дело не в этом. Просто некоторые разбойники не поделили между собой добычу и навсегда остались на этом острове. Я даже имена некоторых из них знаю», похвастался повелитель. «Откуда?» – удивилась птица. «Я дом нашел, в котором они жили, а там их дневник лежал». «Какой еще дневник? Они что, в школе учились?» вытаращил глаза кутя-плютя. «Да нет же, разбойники в школе не учатся. Их школа – это пиратская шхуна, острый клинок и соленый ветер океана», усмехнулся повелитель. «Дневник – это такая тетрадка, в которой они записывали разные приключения, которые с ними происходили на этом острове». «И что там было написано?» – ерзая на плече, вынюхивал попугай. «Про жизнь пиратов на этом острове. Тех самых пиратов, которых Флинт, это у них был самый главный разбойник, оставил на острове охранять сокровища». «От кого охранять?» – не понял попугай. «От других разбойников. Мало ли кто на остров может приплыть, пояснил повелитель. Звали этих разбойников грязный Гарри, бешеный Бен, одноглазый Пью и однорукий Сэм. Жили они все в одной хижине, в самом центре острова. «Сначала они жили неплохо и даже не голодали», – засмеялся повелитель. «Но корабль с Флинтом все не приходил за ними и не приходил. Так прошел год, за ним пролетели еще два, а их предводителя все не было и не было. Он как сквозь землю провалился». «Куда же он поддевался?» – спросил попугай. «Не знаю», – пожал плечами повелитель. «Говорили, что его акулы съели во время купания. Или не акулы, ну, в общем, какие-то морские чудовища, а про спрятанные на острове сокровища и про пиратов, которые охраняют эти сокровища, знал только один Флинт». «И что же стало с пиратами?» – допытывался Кутя Плютя. «Сгинули», – ответил повелитель. «Умерли по очереди один за другим. Последний из оставшихся пиратов похоронил их и сам вскоре умер. Но даже мертвые пираты не успокоились, продолжают охранять сокровища», – продолжал запугивать птицу повелитель. «Каждую ночь с восходом луны мертвые пираты вылезают из могил и пугают всех и каждого, кто приближается к спрятанным сокровищам». «Как пугают?» – дрожащим от страха голосом спросил попугай. «Хватануть могут». «То есть как это – хватануть?» «Зубами», – засмеялся повелитель. «У них, у покойников, знаешь, какие крепкие зубы? О-о-о! Уж если вцепятся, то только держись, пока солнце не встанет, будут держать тебя зубами намертво». «Ну и ужасы вы рассказываете», – поежился Кутя Плютя. «Я же сто раз ночью летал над этим кладбищем и иногда даже приземлялся, чтобы передохнуть немного, а там, оказывается, покойники по ночам ползают. Знал бы раньше за сто верст облетал бы это место». «Да не бойся», – успокоил повелитель. «Они только людей пугают. На птиц они внимания не обращают, так что можешь там спокойно летать и дальше». «Нет уж, спасибо», – отмахнулся крылом Кутя Плютя. «Я буду летать где-нибудь в другом месте, целее буду. Пусть эти дохлые пираты лучше карандаша и его компанию искусают. Может, хоть тогда они перепугаются и с нашего острова уберутся во свояси». «Ну, надеюсь», – потер руки повелитель. «Ах, держитесь, голубчики!» Он взглянул в экран компьютера. «Кажется, покойнички начали просыпаться. Вот из земли уже и рука какая-то вылезает». «Фу, мне даже смотреть на это страшно. Уж лучше я спать полечу», – взлетая сообщил попугай. «Потом расскажите мне, чем все закончилось». Но повелитель его уже не слушал. Он с нетерпением ожидал, когда мертвые пираты расправятся с его живыми врагами. «Иди сюда! То есть 몇 расскажите нам, Глава тринадцатая. Драка с мертвецами. Карта острова-сокровищ. Над островом зашла кроваво-оранжевая луна. Карандаш и его друзья мирно посапывали, даже не подозревая, в каком страшном месте они устроили себе ночлег. Вдруг из-под земли высунулась чья-то страшная с большими длинными кривыми когтями рука. Это была рука пирата, мертвого пирата. Уже лет двести как мертвого. Пошарив по траве и нащупав чью-то ногу, рука вцепилась в эту ногу и стала ее подтаскивать к себе. Это была нога шпиона Дыркин. — Кто это меня схватил? — сонным голосом спросил Дырка. Но ответа не последовало. Рука продолжала тащить Дыркину ногу и все остальное тело. — Это ты, Буль-Буль! — потирая глаза, продолжал допытываться разбойник. — Ну не трогай меня, я спать хочу! Тем временем со всех сторон наружу из-под земли стали вылезать умершие пираты. Первым вылез одноглазый Пью. Он-то и схватил Дырку за ногу. Следом за ним появилась голова грязного Гарри и бешеный Бен. Все эти бывшие пираты, хранители сокровищ, окружили первого, кто им попался под руку. Это был Дырка. — Ну хватит шутить! Я не вижу, кто тут меня пугает! — улыбался в кромешной тьме шпион Дырка. — Это вы, профессор? Или ты, Самоделочкин? Вместо ответа разбойник услышал лишь какую-то возню и скрип. — Мне не страшно! — сообщил Дырка. — И я буду спать дальше. Вдруг он почувствовал чьи-то зубы. Острые зубы, которые пытались прокусить ему ногу. — Нет, ну это уже совсем не смешно. Кусаться мы не договаривались, — обиделся Дырка. — Сейчас я узнаю, кто тут шутки надо мной шутит, и легну ногой. С этими словами Дырка достал из кармана небольшой фонарик и, направив его на умерших пиратов, включил его. Прямо на него смотрело дикое, полуистлевшее лицо, или, вернее сказать, морда мертвого пирата. — Караул! — сдавленным голосом произнес шпион Дырка. В этот момент у грязного Гарри, того самого, который стоял и смотрел прямо в лицо шпиону, вывалился правый глаз и, упав на землю, покатился по мокрой траве. Остановился он только тогда, когда стукнулся о правый башмак Дырки. Другой пират, тот, которого прежде звали Бешеный Бен, вцепился обеими руками в карандаша. Остальные мертвецы накинулись на Самоделкина. — Караул! — уже во все горло завопил Дырка. — Мертвецы! Оборотни! Спасайся, кто может! Бежим! — На! Получай! — легнув ногой одного из пиратов, выкрикнул Самоделкин. От такого сильного удара у однорукого Сэма отлетела голова, но пират тут же поднял ее и, приладив на прежнее место, снова пошел в бой. — Бежим! — закричал Карандаш. — Мы с ними не справимся, они же покойники! — Сейчас я как тресну этого покойника! — взрелел пират Бульбуль и треснул грязного Гарри кулаком по носу. Но и это не помогло. Не обращая внимания на отвалившийся нос, грязный Гарри продолжал кусать дырку за ногу. — Да цепись ты, мертвечина проклятая! — заорал не своим голосом Дырка и треснул мертвого пирата палкой, которая ему случайно попалась под руку. — Бежим! Бежим отсюда! — отпихивая, пожалуй, самого мерзкого из всех покойников, одноглазого пью, — закричал профессор Пыхтелкин. — Все за мной! Вперед! — упрашивать никого не пришлось. Карандаш, Самоделкин и профессор Пыхтелкин бросились от этого проклятого места прочь. Впереди всех неслись, как угорелые пират Бульбуль и шпион Дырка. Бежали долго, пока от усталости не свалились на землю. — Кажется, убежали, — тяжело дыша сказал Карандаш. — А вы видели, как я его стукнул? — начал хвастаться Дырка. — Раз кулаком! Два кулаком! У него даже уши отвалились! — Еще бы чуть-чуть, и я бы им всем так надавал, Тумаков! — продолжал хвастаться Разбойник. — У одного из них голова отвалилась! — вспомнил Бульбуль. — А он ее поднял с земли и обратно привинтил, — сказал Самоделкин. — Им ничего не страшно. Они же покойники. — И как только нас угораздило уснуть на кладбище, — вздохнул профессор. — Это все ты! — ткнул пальцем своего друга Дырка. — Давайте, говорит, здесь заночуем. Место, говорит, здесь неплохое у меня, по твоей милости. Чуть ногу не откусили. Вон она, до сих пор болит. — Теперь, может быть, придется сорок уколов в живот от бешенства делать. — Тебя ж не бешеные собаки покусали, чтоб сорок уколов делать, — сказал профессор. — Так покойники еще хуже собак будут, — уверенно сообщил Дырка. — Собак хоть приручить можно, если они кусаться, — удумают. А покойнички — это черти что и сбоку бантик. Я сам видел, как у одного из них голова отлетела во время драки. — Да, я тоже видел, — подтвердил Карандаш. Он эту голову поднял с земли, отряхнул и на старое место приставил, как ни в чем не бывало. — Наверняка тут без повелителя не обошлось, — предположил Самоделкин. — Все это его рук дело. И вообще, угораздила же нас очутиться на этом ужасном острове. Тяжело вздохнул железный человечек. — Смотрите, смотрите, там впереди какая-то хижина, — сказал пират Бульбуль. — А вдруг там в этой хижине еще какая-нибудь гидра сидит? — на всякий случай спросил Карандаш. — Мы дверь откроем, а она как прыгнет на нас. И голову пооткусывает, — согласился с Карандашом шпион Дырка, чего с ним не часто происходило. — Да ладно вам бояться, — отмахнулся пират. — Я могу первым туда войти, если уж вы так боитесь. — Иди, иди, мы тебя тут подождем, — подтолкнул своего дружка Дырка. Пират Бульбуль смело толкнул дверь и оказался внутри старой полуразвалившейся хижины. Внутри стояли четыре кровати, стол и стулья. На столе лежала тетрадка, которой на вид было не меньше двухсот лет. Бульбуль сдул с нее пыль и раскрыл. — Это же дневник пиратов, — обрадовался Карандаш. — Ух, сколько же тут грамматических ошибок! Просто ужас! — засмеялся профессор. — Да чего ж разбойники все-таки неграмотные люди! — А зачем нам грамоте обучаться? — удивился Бульбуль. — Нам, разбойникам, лишь бы денежки были, а с денежками мы и без вашей дурацкой грамоты обойдемся. — Что тут написано? — спросил дырка у Семена Семеновича. — Ну, вы же и без грамоты можете обойтись, — сказал географ. — Ну, я умею читать-то, но плохо, — признался Бульбуль. — У меня буквы сливаются. Они такие маленькие, ну просто ужас! — Как будто не человек, — писал, — а курица лапой накорябала, — сказал Самоделкин, глядя в тетрадь. — Это уж точно, — пытаясь разобраться с каракулями, подтвердил ученый. — Сокровища Флинта зарыты в бухте скелета, в пещере вурдалаков, в двух шагах от костлявой сосны, — прочитал Пыхтелкин. — Ну и название, — засмеялся Самоделкин, — как будто кто-то специально придумал, чтобы нас напугать. — Это Флинт придумал, — пояснил Бульбуль. — Я в книжке читал, ну, в той, ворованной из библиотеки, — напомнил он дырке. — Какой такой Флинт? — удивился Самоделкин. — Пират из книги? — Это же все неправда, это все сказки были. Не было никакого Флинта. Это все придумал писатель. — Я читал эту книгу, она «Остров Сокровищ» называется. — А вот и нет, — заупрямился Бульбуль, — это не враки, это все по правде было. — Точно, по правде, — согласился дырка, — иначе откуда тут пираты, тетрадка их и все остальное? — Так вы хотите сказать, что мы на том самом острове, на котором когда-то давным-давно жил старый разбойник Флинт и спрятал свои сокровища? — удивился Карандаш. — Именно вот это мы и хотим сказать, — закивали головой разбойники. — Но ведь в той книге было написано, что все сокровища отсюда хорошие люди, моряки, то есть, вывезли, — вспомнил Самоделкин. — У них еще корабль такой красивый был, Испаньола. Там еще пират был одноногий, противный такой. — Джон Сильвер по кличке Окорок, — обрадовался дырка. — Мне про него Бульбуль все рассказывал. — А еще в этой книге было написано, что какие-то сокровища на этом острове все же остались. Всякое там серебро, старинное оружие. Хорошо бы нам все это разыскать, раз уж мы оказались на этом острове. — Посмотрите, там случайно нету никакой карты, — спросил Самоделкин, — потому что без карты мы сокровища не отыщем. — Правильно, — согласился Карандаш. — Без карты искать серебро ваше с оружием все равно, что искать морковку на картофельном поле. — Да, эти сокровища, наверное, уже давным-давно отыскали. — Откопал их повелитель, скорее всего, — вставил свое слово Пыхтелкин. — Он же на этом острове уже все знает и давно тут живет. — Ему не до того, — согласился Самоделкин. — Он же злодей, но все свободное время на злодеяния тратит. Ему сокровища искать некогда. — А он в свободное от работы время, — не согласился с ним Бульбуль. — А в свободное время он новые гадости придумывает, — сказал Карандаш. — Всяких там виртуальных монстров делает. — Ищите карту, ищите. — Она должна быть где-то здесь, — сказал Самоделкин. Путешественники стали рыться в пиратских сундуках, коробках, ящиках. На пол полетели какие-то тряпки, ржавые кастрюли, пустые бутылки из-под вина, но карты нигде не было. Видимо, пираты и хорошо ее спрятали. Вдруг раздался радостный крик Карандаша. — Нашел! Я нашел карту! Вот она! И художник снял картину с русалками со стены. С обратной стороны холста была нарисована карта. Карта острова Сокровищ. — Славненько! — обрадовался Самоделкин. — Что там написано? — Тут всякие стрелки, указатели, куда нужно следовать, — сказал Карандаш. — Пошли скорее, мне не терпится отыскать сокровища. — А уж нам-то как не терпится! — потерев руки, тихо произнес пират Бульбуль. Путешественники отправились на поиски сокровищ, закопанных на этом острове. Карандаш шел впереди всех и показывал дорогу, то и дело заглядывая в пиратскую карту. Друзьям приходилось то подниматься в гору, то снова опускаться к морю. Дорога была извилистой, и то и дело петляло, словно пыталось запутать охотников за сокровищами. Но среди путешественников был знаменитый географ. Его запутать было непросто. Раздвигая руками ветки колючих кустарников и папоротников, вьющихся лиан и высоких метровых трав, друзья уверенным шагом шли к намеченной цели. А за ними в это время по большому экрану компьютера наблюдал их злейший враг по кличке Повелитель. — Решили до моих сокровищ все-таки добраться, негодяйчик, — излился Повелитель. — Ничего, я знаю, как вам помешать. — Может, на них синий туман натравить, — посоветовал попугай. — Ну, тот, который заставляет чесаться и чихать, — напомнила птица. — Нет, у меня есть средства пострашнее, — усмехнувшись, сказал Повелитель. — Я их так напугаю, что они удерутся этого острова, и только пятки будут сверкать. — А что это за средства? — удивился Кутя-плютя. — Потусторонние голоса. — Это очень страшно, даже скорее жутко и омерзительно, когда они говорят, у меня мороз по коже бегает. — Откуда ты их возьмешь? — допытывался попугай. — Да отсюда! — похлопав по компьютеру, засмеялся Повелитель. — У меня не только по всему острову развешаны камеры, но еще и специальные динамики. Они хорошо замаскированы под листьями деревьев. Ух, как они у меня напугаются! И Повелитель начал что-то настраивать на своем чудо-компьютере. А ничего не подозревавшие об этих кознях Повелителя путешественники продолжали продираться сквозь непроходимые заросли джунглей. Карандаш продолжал вести за собой товарищей, неся карту острова сокровищ на вытянутых руках. Позади всех плелись разбойники. Они уже начали уставать, так как дорога была трудной. Лианы то и дело цеплялись за ноги и за руки. А всякие ползающие и прыгающие насекомые то и дело норовили запрыгнуть или залететь в рот или в уши. «Стойте, несчастные!» Раздался вдруг какой-то загробный голос откуда-то сверху. «Немедленно остановитесь! Дальше ни шагу, иначе вас ждет смерть! Смерть! Смерть!» «Кто это нас тут пугает?» Закричал Дырка. «Это я, капитан Флинт! Говорю с вами! Ами! Ами!» Снова раздался загробный голос. «Какой такой Флинт?» Сев от удивления на землю, спросил Карандаш. «Капитан Флинт давным-давно умер!» «Да, я умер! Но мой призрак бродит по этому острову и охраняет мои сокровища!» Пояснил загробный голос. «Каждого, кто посмеет приблизиться к моим сокровищам, я сотру в порошок! Шок! Шок!» «В какой порошок? В стиральный?» — уточнил профессор. «В белый порошок! И по ветру развею, вею, вею!» «Бежим!» — вцепившись в руку Бульбуля, простонал Дырка. «Уносим отсюда ноги, пока мы еще живы!» Повелитель радовался, что его враги испугались, и продолжал запугивать Карандаша и его друзей дальше. «Не смейте делать дальше ни одного шагу! Шагу! Вас ждут призраки! Впереди долина скелетов и ущелье мертвецов! Они тоже хотят добраться до вас!» «Я не хочу, чтобы до меня добрались скелеты и призраки всякие!» — орал Дырка. «С меня прежних хватит, которые мне чуть ногу не откусили!» «По-моему, нас просто кто-то пугает!» — замахал руками профессор Пыхтелкин. «Я не верю в потусторонние голоса!» «Опрасно!» — звучал все тот же голос откуда-то сверху. «Я призрак капитана Флинта, и я ужасен! Я беспощаден! Я ух, какой я!» «Я тоже беспощаден!» — прорычал Бульбуль. «Я не откажусь от поиска сокровищ, когда мы уж так близко подобрались к ним!» «Пошли дальше!» — взмахнул рыжей бородой Бульбуль. Его уверенность передалась остальным, и путешественники отправились дальше. «Они нас не боятся!» — прыгал по шкафам, как сумасшедший попугай Кутя-Плютя. «Они доберутся до наших сокровищ! Они все заберут себе! Нам конец!» «Фигу с маслом им они сокровища!» — разозлился повелитель. «Приплыли на наш остров без приглашения! Ходят тут, как у себя дома! Всех наших монстров-покойников распугали! «Ничего! Я им еще задам перцу! Они у меня наревутся горючими слезами! Ох, они у меня еще! Ого-го! Они у меня!» «Что? Ого-го!» — удивился попугай. «Ну, они меня запомнят надолго! Они будут молить меня о пощаде! Плакать горючими слезами, но это им не поможет!» «Ух, как я зло! Ух, держитесь!» — погрозил кулаком повелитель и, засев за компьютер, стал обдумывать дальнейший план своих коварных действий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глава четырнадцатая Ползающие руки, новое блюдо из попугаев И дырка видит что-то страшное Я его не боюсь Вот нисколечко хвастался на ходу шпион дырка Сначала я и вправду немного струсил Но когда я понял, что с нами разговаривает не призрак капитана Флинта А всего лишь повелитель по динамику Я сразу перестал бояться Тут на этом острове все не настоящее Пояснил профессор Я вообще думаю, что этот сумасшедший повелитель Сумел каким-то образом с помощью компьютера нас обмануть Вот и все Что мы видели И скелетов, и мертвецов, и других чудовищ На самом деле они не настоящие А компьютерные Да, а кусаются-то они как настоящие Потер искусанную ногу шпион дырка Ненастоящие так больно не кусались бы Да, не согласился Самоделкин Если бы они не были настоящими То они просто клоцали бы зубами Но кусать по-настоящему у них не получилось бы Ну, а может быть и не кусались они Предположил географ, пиная ногой ракушки Валяющиеся тут и там на берегу моря Вдоль которого они уже шли Может быть дырке все это с перепугу показалось Вам бы так показалось Распсиховался дырка Вон отпечатки зубов на ноге Это что, мне тоже показалось по-вашему? А у меня шишка на голове, сказал карандаш Меня один из этих мертвецов, пиратов Стукнул палкой во время драки До сих пор болит Значит, повелитель придумал какой-то порошок Который оживляет всех этих мертвецов и призраков Кивнул профессор Нужно узнать рецепт этого порошка и найти противоядие Но как же мы узнаем секрет, удивился самоделкин Все рецепты его изобретений спрятаны у него в компьютере А компьютер находится в его логове А мы не знаем, где оно Ничего, мы до него скоро доберемся, решительно сказал карандаш Карандаш на секунду остановился, чтобы более внимательно изучить карту Друзья окружили его со всех сторон, чтобы разобраться, куда идти дальше Морские волны тихо шуршали у самых ног путешественников Как вдруг самоделкин почувствовал, что кто-то трогает его за ногу Ха, ну мне щекотно, засмеялся самоделкин Ну не балуйтесь, не щекотите меня, пожалуйста Я ужасно боюсь щекотки Железный человечек подумал, видимо, что кто-то из путешественников Решил подшутить над ним И защекотал его за ногу Ну кто тут балуется, спросил самоделкин и посмотрел вниз Ай-яй-яй, сразу же закричал, как ошпарит